МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Как поживаете? Сегодня у нас с вами интересный и не совсем привычный «Контакт». Телевизионные дебаты, которые пройдут сегодня, это логическое продолжение предыдущих двух встреч, которые прошли здесь же, в этой студии, RTN WNB, 14 и 21 августа. В них я постарался познакомить вас с нашими двумя кандидатами в Ассамблею штата Нью-Йорк. Ари Каганом и Аликом Брук-Красным. С каждым из них мы говорили об истории их жизни, образовании, личных симпатиях, приоритетах. Сегодня же перед нами должны предстать политики. Я не побоюсь этого слова, иначе зачем вообще этот сыр-бор мы затевали? Именно политики, которые умеют слушать оппонента, говорят коротко и четко, политики, которые понимают современность и чувствуют вектор движения нашего общества вперед и, естественно, по силам сделать наше с вами будущее лучше. И поскольку мы с вами живем в Соединенных Штатах Америки, стране, которая имеет давние демократические и выборные традиции, мне представило, что для вас, уважаемые телезрители, было бы интересно, если бы сегодня основным ведущим был настоящий, настоящий американец. И не просто американец, а человек с глубоким взглядом на мир, с большим жизненным опытом и хорошо ориентирующийся в политическом спектре американской жизни. А это не просто. К счастью, далеко искать мне не пришлось. Таким человеком для меня является президент компании RTN, Doubleman B, Ребе Марк Голуб. И я с удовольствием и нескрываемым предвкушением передаю ему сейчас слово. Марк, пожалуйста. Спасибо, Борис. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно находиться сегодня вместе с вами. Борис, я должен признать, что я довольно взволнован. И это крайне интересно для меня участвовать в процессе выбора двух русскоговорящих представителей, которые баллотируются на пост кандидата. И они являются такими хорошими представителями нашей русскоговорящей общины из Бруклина. Они говорят в открытую о своем мнении. Я, наверное, наблюдаю немножко издалека о том, как русскоговорящая община постепенно все активнее и активнее участвуют в выборах. Некоторые вещи меня удивляли. Но я ни в коей мере не хочу сделать вид, что я являюсь внутренним элементом русскоговорящей общины. Поэтому я занимаю довольно интересную позицию. Я смотрю на все это как журналист. И мне очень интересно узнать, что эти двое господ собираются нам рассказать. Мне это очень понятно. И именно поэтому я и попросил вас сегодня быть ведущим. Спасибо большое. Я бы хотел задать несколько вопросов, но также, пожалуйста, прервайте меня, и вы можете тоже обратиться к нашим участникам с вопросами. И я хотела бы вначале объяснить нашим зрителям о том, как мы формировали вопросы и как будут отвечать наши участники, кто будет первым, а кто вторым. Несколько минут назад мы все встретились у меня в кабинете. И как это принято по американской традиции, мы бросили монету. И именно монета решила, к кому я обращусь с первым вопросом. Также монета определила и того, кто последним обратится к вам, зрители, в конце нашей программы, заключительной речи. И я ни в коем мере не хочу, чтобы вы, зрители, подумали, что я или Борис каким-то образом определяли последовательность вопросов. В один момент, и может быть, мы можем увидеть фотографию сейчас Ари Каган на экране, Ари Каган будет задать вопрос. Он один из двух кандидатов, и другой кандидат, который будет нас сегодня, будет Алек Брук-Красный. Попробуем ли мы Алек на экране? Один из кандидатов – это Ари Каган, и я к нему обращаю свой первый вопрос. А второй кандидат – это Алек Брук-Красный. Здравствуйте. И это очень приятно, и удовольствие, что вы с нами с двумя с нами для этого программа на Борис Тензер-Контакте. И для нас большая честь, и мы очень рады приветствовать вас в программе Бориса Тензера «Контакт». Итак, Монета определила, что первым кандидатом ответит на мой вопрос Ари Каган. И я напоминаю, что у каждого участника будет около одной минуты, чтобы ответить на вопрос от моего имени или от имени Бориса Тензера. Итак, Ари Каган, мой первый вопрос к вам. Ари Каган, вы вместе с Алеком Брук-Красным баллотируетесь на пост в ассамблее штата Нью-Йорк, которая представляет 46-й избирательный участок. Пожалуйста, постарайтесь ответить на вопрос, почему вы считаете себя наилучшим кандидатом для того, чтобы стать членом ассамблеи штата Нью-Йорк от 46-го избирательного участка Бруклина? Только при этом не упоминайте своего оппонента. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Борис, Марк и Инга. Огромное спасибо за предоставленную возможность выступить. Хочу сказать, что в течение более чем 13 лет моей жизни в Америке я занимался волонтерской деятельностью на благо нашей общины, помогая инвалидам, жильцам, пенсионерам, детям, владельцам малых бизнесов, нуждающимся людям. Делал это как волонтер более 13 лет. Мое образование, журналистское советское образование, которое вы могли увидеть в действии более чем 5 лет. Я веду программу на телевидении РТН, которую вы сейчас смотрите. И мое бизнес-образование, высшее американское образование в Манхэттене, дает мне право считать, что я хорошо подготовлен для работы в Ассамблее штата Нью-Йорк. Я также хотел бы добавить, что мой главный приоритет всегда был, есть и остается люди. Только вы решаете судьбу этих выборов. И вся моя жизнь здесь в Америке доказывает, что я всегда заботился о вас, о ваших интересах, о ваших нуждах. И буду делать то же самое в Ассамблее штата Нью-Йорк, где мои возможности помогать вам будут гораздо больше. Такой же вопрос я повторяю для вас, Алик, пожалуйста, не упоминая вашего оппонента, ответьте на вопрос, почему вы считаете себя наиболее подходящим и лучшим кандидатом представлять Бруклин, 46-й избирательный участок в Ассамблее штата Нью-Йорк. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители. Спасибо огромное за предоставленную возможность. Эти дебаты действительно очень интересная вещь для нашей общины. Давно работал над тем, чтобы состоялись подобные дебаты. Тоже сказать, что я живу в округе, в 46-м округе избирательном, уже 13 лет. Там родились мои дети, ходят в школу мои дети, рядом живет моя мама. Голосовать за меня будут мои соседи, люди, которых я знаю очень давно. И как человек, который построил развлекательный обучающий центр в этом округе, как человек, который был казначеем комьюнити-борд общественного совета и работал со всеми общинами в этом округе. И как человек, который 5 лет был исполнительным директором организации, которое представляло, 42 организации представляло русскоязычную общину. Мое образование Московский технологический институт, инженер-экономист и Колумбийская школа бизнеса, Non-Profit Management Institute. Я очень признателен за возможность баллотироваться, потому что мне ее предоставили мои избиратели, мои друзья. И я буду представлять в Ассамблее штата Нью-Йорк и русскоязычную общину и весь округ, в котором давно живу и работаю. Спасибо. Алек, по вашему мнению, какие самые важные три проблемы у жителей 46-го избирательного участка Бруклина? Думаю, что первая проблема это жилье для малообеспеченных семей. У нас такой рент в нашем округе, что мало кто может позволить себе жить в этом округе сегодня. Вопрос этот нужно решать на разных уровнях, решать вопрос, связанный с коррупцией в отдельных билдингах и в отдельных менеджментах. А кроме этого, нужно решать вопрос на уровне взаимодействия с real estate developers, с теми людьми, которые строят, будут строить в этом районе, с тем, чтобы обязательно в числе тех квартир, которые они будут строить, было 15% узаконенных affordable units, то есть тех квартир, которые предназначены для малообеспеченных семей. Второй вопрос, это вопрос безопасности, безопасности в районе Кони-Айленд. Над этим вопросом я работаю очень давно и думаю, что этот вопрос нужно решать с помощью установления постоянных постов на Кони-Айленд полицейских, а также увеличения объема патрулирования в этом районе. Для этого нужны деньги, которые я смогу принести как будущий член ассамблеи. Третье, это образование наших детей. Я надеюсь, что я смогу принести больше денег для того, чтобы организовать больше программ Сигма для одаренных детей в наших школах, поскольку считаю, что хотя у нас замечательные школы в районе, нужно уменьшение количества детей в классах, для этого нужны дополнительные финансовые вложения, которые я смогу принести в качестве ассамблумана. Спасибо. Арин, я задресу то же самое вопрос для вас. Как вы описываете как трех самых важных проблем facing those who live in the 46th ассамблее district? Арин, тот же вопрос я адресую к вам. Пожалуйста, обрисуйте три самые важные проблемы для жителей Бруклинского 46-го избирательного участка в ассамблее штата Нью-Йорк. Спасибо, Марк, за вопрос. Я считаю, что доступное жилье действительно является самой главной проблемой для 46-го округа и как журналист, который неоднократно писал о жилищных проблемах и как человек, который неоднократно пытался и помогал людям в решении этих вопросов, я считаю, что я хорошо подготовлен к решению именно жилищных вопросов, начиная от гласности. Как журналист мне хорошо знакомо, что такое гласность в решении жилищных проблем. Нужно больше гласности в работе горжиоуправления Нью-Йорка, других ведомств и агентств как города, так штата, так и федеральных агентств. Безусловно, нужно больше строить доступного жилья в нашем районе, особенно в районе Кони-Айленда. Также нужно сделать все возможное, чтобы жильцы тех домов, которые мы называем Michelama Developments, то есть дома, так называемые госкооперативы, чтобы жильцы этих домов сумели сохранить сегодняшний уровень жизни, чтобы у них не росла постоянно квартплата, стоимость обслуживания, мейтенанс в этих домах, чтобы они ни в коем случае не были выгнаны из этих домов. Это серьезнейшая проблема, и каждый из этих домов нуждается в очень серьезном внимании органам власти. Следующая проблема, о которой, безусловно, нужно говорить, это все, что связано с детьми. И в моей программе есть пункт о поддержке детского творчества, начиная от музыки, танцев и физической нагрузки, заканчивая послешкольными программами. Пусть лучше наши дети занимаются спортом или музыкой, чем на улицах, участвуют в уличных бандах, или, не дай бог, принимают наркотики. К сожалению, в наркоторговле очень серьезнейшая проблема. И делая это, мы тем самым будем решать и вопросы безопасности, потому что, к сожалению, сегодня преступность в 46-м округе – это во многом подростковая преступность. И вот таким образом, помогая детям и семьям с детьми, я сделаю все возможное, чтобы подростковая преступность в нашем округе уменьшалась. Безусловно, в вопросах безопасности еще очень много нужно сделать, и не только на Куни-Аленде, но и на Брайтоне, и в других микрорайонах нашего округа. Борис, вы хотите? Я могу задать вопрос. Политиков зачастую упрекают в любви громким фразам. Например, восьмая программа – социальная незащищенность. Пожалуйста, каждый из вас, могли бы вы сказать конкретно, сколько людей из нашей комьюнити в Нью-Йорк-стейт нуждается в восьмой программе, сколько людей уже подало заявление и стоят в очереди на ее получение, какого-то процента от общего числа нашей комьюнити. И, если эта программа будет дана всем нуждающимся, какое потребуется финансирование от федеральных властей, и насколько это реально? Ари Кага. Ну, я неоднократно, еще раз говорю, как журналист писал о восьмой программе, и даже неоднократно в качестве общественного деятеля встречался с представителями восьмой программы, в том числе и в Вашингтоне. К сожалению, за время правления министра жилищного строительства США Эндрю Коума эта программа была заморожена, и, к сожалению, с тех пор Республиканский Конгресс ни разу ничего не сделал для того, чтобы увеличить фонды на восьмую программу. Это очень острая проблема, это федеральная программа, и, тем не менее, на уровне штата можно многое сделать, особенно в вопросах гласности, чтобы не получалось, чтобы люди, которые стоят 14 лет, не могли получить восьмую программу, а люди, которые стоят гораздо меньше каким-то образом, сами знаете, каким, получают эту восьмую программу. Статистика такая. Сегодня в штате Нью-Йорк в очереди на восьмую программу стоит примерно около 200 тысяч человек. Из русскоязычных иммигрантов приблизительно, я думаю, цифра будет порядка 15 тысяч человек, стоит в очереди на эту восьмую программу, причем подавляющее большинство русскоязычных иммигрантов, которые стоят в очереди на эту восьмую программу, это люди старше 62 лет. Это программа для малоимущих, не только для пенсионеров, но в основном подавляющее большинство русскоязычных очередников на эту программу, это люди пожилого возраста, малоимущие, инвалиды. И, конечно, многие из них, это для них вопрос выживания, не только в нашем округе, выживания в Америке. Спасибо. Алек. Вы знаете, дело в том, что восьмая программа – это не единственное решение вопроса. В штате есть 22 различные программы, которые помогают строить для малообеспеченных семей жилье. По поводу восьмой программы, должен сказать, что над этим работает человек, которого мне приятно назвать моим другом, кангурсмен Надлер, работает очень давно, работает успешно, эффективно. Мы работаем над этим вопросом вместе. Думаю, что с приходом демократов в Конгресс США, я очень надеюсь, что это произойдет, а затем с выбором американского президента демократа мы будем иметь возможность получить больше ваучеров для людей нуждающихся и, безусловно, для русскоязычных семей, которые в этом нуждаются. Спасибо. Спасибо. May I ask you a question now of Alec? You described your background, both of you have described your background. Я хочу задать свой следующий вопрос Alecu. Вы оба рассказали нам о своем образовании в прошлом. Самое главное, что может сделать избранный на пост в членной ассамблее, это отражать интересы своих избирателей. Как работают органы управления штата Нью-Йорк? Что вы об этом знаете? И как эти знания могут помочь вам стать хорошим слугой народа? Alec? Спасибо большое. Это действительно очень интересный вопрос. Я давно работаю с людьми, которые представляют избирателей во власти. Должен сказать, что ассамблея штата, Нижняя палата легистра штата, и в Нижней палате легистра штата можно решать как вопросы утверждения новых законодательных актов, которые помогают людям, это, так сказать, на более высоком уровне, так и вопросы отдельных избирателей. И это делает локальный офис члена ассамблеи в районе, в дистринке, в избирательном округе. Надеюсь, что бюджет позволит мне открыть два офиса в районе Брайтон-Бич, Кони-Айленд, а также в районе Бейли. Я смогу, люди в моем офисе смогут помогать людям с конкретными вопросами, а я в Албане смогу предлагать и спонсировать те акты, те биллы, те законы, которые будут помогать не только моему дистрикту, не только русскоязычной общине, но и всему штату Нью-Йорк. Имею большой опыт общения с людьми, которые занимаются этим профессионально уже долгие годы. И как исполнительный директор Каджека не только, так сказать, руки жал этим людям, но и работал вместе с ними над тем, чтобы продвинуть нашу общину, над тем, чтобы организации в нашей общине получили большее финансирование. В Ассамблее штата я продолжу работу, которую начал в Каджека, в комьюнити-борд, то, чем я занимался 10 лет. Спасибо. Ари Каган, этот же вопрос я задаю вам. Какие знания о работе органа управления штата Нью-Йорк позволят вам хорошо отражать интересы ваших избирателей? Спасибо, Марк. Уважаемые телезрители, как я уже сказал, я закончил, имею высшее американское образование, и закончил Барух-Калыч в Манхэттене, где я изучал такие предметы, как социальные программы, social welfare policy, изучал государственные устройства, изучал политические науки, и то, как работает правительство, изучал законодательство очень много, как волонтер многих общественных организаций, и как активист демократического клуба, я неоднократно лоббировал правительство штата Нью-Йорк, направлял петиции, например, я хорошо помню, когда были большие проблемы с финансированием ассоциаций жителей Брайтона, Brighton Neighborhood Association, мне пришлось звонить даже лидеру сената штата Нью-Йорк, хотя это республиканское большинство там, Джозефу Бруно, и звонил Шелдону Сильверу, спикеру ассамблеи штата Нью-Йорк, и лоббировал, чтобы делал все возможное, чтобы финансирование фонда для этой важной организации были восстановлены, я не могу сказать, что я единственный, кто это делал, очень многие люди над этим работали, в частности, депутат ассамблеи штата Нью-Йорк, Стивен Симбровиц, и слава богу, что финансирование было восстановлено, я неоднократно боролся с некоторыми предложениями губернатора штата Нью-Йорк, Джорджа Потаки, который то и дело пытался сократить, урезать финансирование важнейших социальных программ, в частности, помощи студентам или расходов на программу Medicaid. Я прекрасно понимаю, что в ассамблее штата Нью-Йорк, это нижняя палата легиституры штата Нью-Йорк, нужно предлагать такие законопроекты, которые потом в согласительной комиссии с сенатом штата Нью-Йорк пройдут вот это горнило, что называется, и будут утверждены губернатором штата Нью-Йорк, и мы надеемся, что следующим губернатором штата Нью-Йорк будет демократ, и как демократ я буду в партии большинства в ассамблее штата Нью-Йорк. У меня будет возможность вместе с моими коллегами предлагать законопроекты, которые больше будут иметь шансы, чем сегодня, становиться законами штата Нью-Йорк. И я думаю, весь мой предшествующий опыт и как журналист, и как общественного деятеля, и как человека, который участвовал в очень многих лоббистских компаниях на уровне города, штат и страны, это мне очень поможет мой предшествующий опыт более успешно защищать, более эффективно защищать интересы моего округа 46-го и всех входящих в него этнических и расовых групп. Борис. Когда вы начинали свою кампанию, и сейчас вы практически педалируете, и это действительно постоянно звучит, о том, что нам нужен наш русский представитель. Это звучит хорошо, и многие русскоговорящие члены нашей общины смотрят на это положительно. С другой стороны, я взял небольшую статистику. К сожалению, по поводу нашего штата, где 150 ассемблемент и 62 сенатора, я не нашел такой статистики, но вот я нашел статистику интересную по поводу Конгресса Соединенных Штатов Америки, где всего 9 человек не родилось в Соединенных Штатах Америки. Среди сенаторов США нет вообще ни одного человека, который бы не родился в Соединенных Штатах Америки. Вот из этих 9 человек вот очень интересная статистика. Они родились на Кубе, в Венгрии, Тайване, в Японии, Пакистане, в Канаде и Нидерландах. Так вот мой вопрос к вам. Почему вы считаете, что именно присутствие русскоязычного человека, представителя русскоязычной общины, может внести важный элемент в работе Ассамблеи? Ведь смотрите, те представители, которые сегодня есть в Конгрессе и в Сенате, вообще их нету Америки, это говорит с другой стороны о том, что может быть это совершенно и не обязательно. Надо просто быть американцем. Я считал и считаю, и раньше считал, и теперь также считаю, что действительно нужен русскоязычный политик и в городе, и в штате, и в стране, но при одном единственном условии. Этот русскоязычный политик должен быть квалифицированным, и он должен защищать интересы всех жителей своего округа, в Америке система округов территориальных. И поэтому очень важно, чтобы даже русскоязычный политик представлял интересы не только русскоязычной общины, но и всех этнических и расовых групп своего округа. Что же касается, почему я считаю, что это будет благом для нашей общины в частности, я считаю, что так как я прошел весь путь иммигранта, и прошел его вместе с вами, так как я плоть от плоти русскоязычной общины, так как я знаю специфику этой общины, поименно знаю сотни, а может и тысячи людей в нашей общине, и я знаю специфические ее нужды, менталитет, проблемы, общая история у нас, мы знаем, что больше знаем историю и географию. Я бы, например, никогда бы не допустил, чтобы, если был бы депутатом ассамблеи, когда был депутатом бы ассамблеи, чтобы в парке, в мемориальном парке памяти жертв Холокоста, где вчера открывался еще один камень памяти жертв Проскурова, чтобы там забыли при открытии такого парка надписи «Беларусь и Молдова», забыли о миллионе евреев, уничтоженных в годы войны, в Беларуси и Молдове. Понадобилось 8 лет лоббистской деятельности огромного количества людей и организаций, чтобы эта несправедливость была устранена. И если был бы с самого начала русскоязычный депутат ассамблеи, такой ошибки бы не произошло. Поэтому тот факт, что будет русскоязычный депутат ассамблеи, очень здорово поможет русскоязычной общине решать многие вопросы, которые сегодня нужно очень долго иногда объяснять тем или иным политикам. Аллах? Мне очень приятно, что я начал процесс 6 лет назад, который 12 сентября приведет к выборам русскоязычного члена ассамблеи, вернее кандидата от демократической партии. Действительно очень важно, чтобы первый русскоязычный депутат ассамблеи был человеком, который очень хорошо знает проблемы русскоязычной общины. Но еще очень важно, чтобы этот человек обладал опытом работы с другими политиками, обладал опытом работы в общественном совете, обладал опытом работы с различными этническими группами не только в этом районе, но и... Не только в этом районе, но и во всем городе Нью-Йорк, во всем штате Нью-Йорк. И исключительно важно это еще и вот почему. В Нью-Йоркской ассамблее совсем немного людей с эмигрантским прошлым. Нужно, обязательно нужно доказать людям в штате Нью-Йорк и людям в городе Нью-Йорк, что человек, который родился на другой стороне земного шара, человек, который родился под игом советской коммунистической партии, может действительно эффективно представлять всех американцев в 46-м округе. Вот почему это важно. Спасибо. Уважаемые телезрители, у вас есть возможность налить себе немножко чая, передохнуть и посмотреть небольшую рекламу. Реклама. Начните день с нового русского слова. И не спрашивайте, почему нового. Потому что только эта газета изо дня в день русским языком сообщает новости, комментирует новости, рассказывает о самом важном для тех, кто в Америке читает по-русски. Так было 95 лет. Так будет всегда. По всем вопросам звоните по телефону 646-218-69-00. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем нашу дебаты, нашу дискуссию для того, чтобы лучше понять наших двух кандидатов Ари Кагана и Алика Брук-Красного. Алик, раньше звучали мнения о том, что не следует баллотироваться двум русскоговорящим кандидатам в состав от 46-го избирательного округа, от Бруклина. Как вы считаете, насколько правомочна эта точка зрения? Я думаю, что в политике всегда есть позитивный элемент и негативный элемент. Позитивный элемент в том, что, безусловно, община активизируется. Гораздо больше, чем если бы был один кандидат. Негативный момент – община поляризуется. Поляризуется, и иногда это происходит не очень красиво, что мне не нравится. С 97-го года я участвую в избирательных кампаниях на территории округа. 97-й год – Хавард Лаше против Адел Коин. 98-й год – Мария Левин против Адел Коин. 2000-й год – Алек Брук Красный против Адел Коин. Я думаю, что очень важно понять, что в нашем округе, где проживает такое количество русскоязычных эмигрантов, нам нужно, наконец, выбрать профессионального человека, профессионального, имеющего правильное образование, человека, который может работать со всеми политиками. В данном случае я получил поддержку всех политиков Бруклина. Думаю, что, как я уже сказал, есть и позитивный, есть и негативный момент. Но в политике всегда нужно находить правильный баланс между позитивом и негативом. Я надеюсь, мы его найдем 12 сентября. Спасибо. Ари Каген, а как вы думаете, хорошо ли то, что два русскоговорящих кандидата баллотируются от 46-го избирательного округа Бруклина в ассамблею штата Нью-Йорк? Марк, это прекрасный вопрос. Мы все приехали в Америку за свободой выбора. Я, по крайней мере, считаю, что большинство наших телезрителей именно для этого приехали в эту благословенную, демократическую, свободную страну. И это очень здорово, что мы сегодня имеем возможность выбрать из двух русскоязычных кандидатов. Я считаю, что это очень даже хорошо, когда люди имеют возможность выбора. Для этого мы сюда приехали, и подход двух кандидатов к тому, как нужно выбираться, кто должен голосовать, чьи интересы нужно представлять, какой должен быть бэкграунд, прошлое, нынешнее и будущее кандидатов, лишний раз показывает, что эти выборы нужны, что нужно больше кандидатов. А люди не глупые. Вы сами прекрасно разбираетесь, кто есть кто, и именно вы сделаете выбор лучшего кандидата. Я думаю, что это здоровое явление. Ари, как вы считаете, насколько это правильно, что Алик Брук Красный баллотируется вновь от 46-го избирательного округа Бруклина? Я не считаю, что это, как вы говорите, инопроприит, я не думаю, что это очень некрасиво, я просто считаю, что избиратели уже дважды в этом же округе сказали нет моему оппоненту, и он выдвинулся после того, как я выдвинулся. Я сделал это в марте этого года, публично, прилюдно, на бордворке, сзади меня стояли люди, телевидение Артиена это тоже показывало, и я считаю, что мы живем в демократической стране, как я уже сказал, это здоровое явление конкуренция, вся Америка держится на соперничестве, и ради бога, люди выбирают, видят разницу, и 12 сентября сделают свой выбор. Ничего страшного я в этом не вижу. Ари, вы хотели сказать, что если Алек Брук-Красный проигрывал в прошлом, то это означает, что ему не следует участвовать в следующих попытках? Нет, я не это говорю, я просто хочу сказать, что, наверное, были какие-то причины, по которым избиратели этого округа не проголосовали за моего оппонента. Вот что я имел в виду, но я уже сказал, что я верю в демократию, и каждый человек в Америке, гражданин США, когда мы приносим присягу, мы говорим, какие-то мы слова говорим, и каждый человек, который становится гражданином США, становится им в том числе для того, чтобы избирать и быть избранным. И ничего страшного в том, что мой оппонент или кто-то еще выдвигаться хочет в Америке, я не вижу, в отличие от того, что мне всю эту гонку говорят, что я не должен был по каким-то причинам выдвигаться. Раньше говорили, что я раскалываю русскоязычную общину, потому что кто-то третий выиграет. Но теперь, слава богу, остались два кандидата, и теперь уже никто не говорит о том, что я какой-то раскольник, все видят, что есть разница между двумя кандидатами, а люди 12 сентября, именно вы, дорогие эти разведители, сделайте свой выбор. Именно за вами последнее слово, а не за истабличным. Как вы считаете, Олег Бурк Красный? Следующий вопрос я адресую вам. Может быть, Ари Кагану не следовало принимать участие в предвыборной кампании, баллотироваться на пост в Ассамблее штата Нью-Йорк, по той причине, что он русскоговорящий кандидат, так же, как и вы. Думаю, что выражу мнение всех моих сторонников, если скажу, что нам казалось, и мы до сих пор думаем, что переехав в этот округ в августе прошлого года, Ари Каган задумал расколоть русскоязычный голос. При этом должен сказать, что как только я узнал, что последний из кандидатов, родившихся в Америке, Марий Левин, снял свою кандидатуру, я тут же позвонил своему адвокату и предложил ему снять все претензии в суде по отношению к Ари Кагану, потому что абсолютно уверен, что русскоязычные избиратели и все избиратели 46 округа сделают правильный выбор 12 сентября, но что было очень важно, показать всей общине, не только русскоязычной, всему городу, всему штату, что русскоязычные избиратели способны сделать правильный выбор. Спасибо. Я что-то не совсем понял, Алек, вы только что сказали, что это вполне нормально, что два русскоговорящих кандидата баллотируются от 46-го избирательного округа Бруклина. Почему же тогда вы выступали против участия Ари Кагана в избирательной кампании? Марк, спасибо за вопрос. Я сказал и отметил, что я не выступал против этого, но сказал, что есть мнение моих сторонников, которые предполагают, что переездом Ари Каган решил расколоть русскоязычный голос. Что касается судебной тяжбы, Ари Каган начал ее первой, его компания зафайлала «General Objections» первой. Сказать по правде, я что-то совсем запутался. Алек, скажите, ведь каждый человек имеет право баллотироваться от своего округа. И в Америке очень часто бывает, практически постоянно, что политики переезжают в тот округ, от которого они считают, будет хорошо баллотироваться для них. И я думаю, что те, кто поддерживал вас, наверное, были недовольны переездом Ари Кагана лишь по той причине, что они опасались, что Ари Каган выиграет у вас. Я правда не член этой общины. Тем не менее, я постоянно слышал в новостях о том, что русскоговорящая община недовольна тем, что существует два русскоговорящих кандидата. Тем не менее, вы только что оба публично признали, что вы не возражаете против участия русскоговорящего кандидата в этой избирательной кампании. Так не считаете ли вы, что те, кто поддерживал вас, заблуждались, когда выступали против участия Ари Кагана в избирательной кампании по 46-му избирательному округу Бруклина? Марк, спасибо за вопрос. Были и такие люди, которые выступали против того, чтобы я баллотировался, и это был Ари Каган в первую очередь, и он заявил об этом сразу после того, как выдвинул свою кандидатуру. Я должен сказать, что мои сторонники опасались только одного. Мои сторонники опасались, что община будет поляризована, и со стороны кампании Ари Кагана будут выходки негативного характера, которые имеют место быть действительным. Я не совсем понял, как может поляризоваться община, ведь дело в том, что для Америки подобная ситуация абсолютно нормально и привычна. И, пожалуй, это свойственно выборам по всем странам мира. Как только начинаются выборы, происходит некоторая поляризация. И невозможно избежать ситуации, когда один кандидат критикует другого. Это просто политическая реальность. Так что я смотрю на какие-то понимания. И, Бои, это не право для меня только задавать это к тебе, Алек. Я также должен спросить Ари. Ари, что здесь происходит? Почему люди в коммунистерстве русскому-кандидатам не должны быть, если есть два русскому-кандидата, и они имеют разные виды, и, в факт, они разговаривают с другими другими. Что происходит? Я задаю все эти вопросы просто чтобы лучше понять. И сейчас я хочу спросить у Ари Кагана, почему русскоязычная община может негативно относиться к существованию двух русскоговорящих кандидатов? И неужели так это важно? Для американцев это абсолютно нормальная ситуация, когда двое кандидатов спорят друг с другом. Я очень благодарен, Марков, за этот вопрос. И я еще раз могу повторить, что я считаю здоровую конкуренцию, главной опорой американского образа жизни, успехов Америки. Это страна демократическая. И мы сюда приехали за свободой выбора. Я неоднократно объяснял и своим сторонникам, что это здорово, что есть два русскоязычных кандидата, и что у людей есть выбор. И что они сразу увидят разницу между двумя кандидатами и сделают свой выбор 12 сентября. Я говорил, что если я не достоин победы, значит я проиграю. Но если я достоин победы и сильнее своего оппонента, то я выиграю. Я об этом всегда говорил и своим оппонентам, и публично. Что же касается моего переезда в этот округ, я хочу сказать, что я не только живу на Брайтоне год. Это, как говорится, моя Брайтон, это моя родина, можно сказать. Здесь более 10 лет жили мои родители. К сожалению, мой отец и моя мать были очень больными людьми. И, к сожалению, они уже ушли из жизни. Я должен был постоянно у них бывать. И постоянно им помогать. К сожалению, когда моя мать совсем уже стала себя плохо чувствовать, постоянно приезжать стало намного сложнее, учитывая, что у меня очень напряженный график жизни и работы был. Я переехал ближе к матери. Я всю свою журналистскую деятельность писал о проблемах и нуждах всех микрорайонов этого округа. У меня десятки статей. Холонопарки, Брайтоне, Кони Айленде, Бейридж Тауэрс и других микрорайонах этого округа. Я люблю этот район. Я о нем очень забочусь. И я сделаю все возможное, как депутат Ассамблеи, чтобы люди в этом округе жили лучше. Я сейчас обращаюсь к вам обоим. Хочу напомнить, что я живу здесь уже так давно, и не первый раз случается, что люди приезжают в Нью-Йорк намеренно для того, чтобы баллотироваться от Нью-Йорка в Конгресс Соединенных Штатов в качестве сенаторов, например. Роберт Кеннеди, например, в свое время переехал в Нью-Йорк и стал сенатором от штата Нью-Йорк в Вашингтоне. И так же сделала Хиллари Клинтон, которая переехала в штат Нью-Йорк, чтобы стать сенатором от штата Нью-Йорк. Поэтому в моем представлении этот вопрос, собственно, не стоит и тех споров, которые вокруг него ведутся. И я, конечно, говорю, может быть, не изнутри русскоговорящей общины, но тем не менее, по моему мнению, вы оба, и Ари Каган, и Алик Брук Красный, могли бы стать прекрасными кандидатами, представляющими интересы 46-го избирательного округа Бруклина в Ассамблее штата Нью-Йорк. Алик, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали мое последнее высказывание. Конечно, Марк, и вы, и мой оппонент, говоря о ситуации, вы говорили о здоровой конкуренции. Я думаю, что здоровая конкуренция очень важна, безусловно. Именно в здоровой конкуренции определяется, кто имеет опыт, кто имеет опыт общения со своими соседями, кто имеет опыт общения и работы в этом округе. И именно поэтому я и говорю о том, что я живу в этом округе 13 лет, именно поэтому мои сторонники говорят о том, что, к сожалению, мой оппонент не живет в этом округе, не работал в общинном совете. Именно об этом, о здоровой конкуренции, о сравнении двух кандидатов и идет речь. Что же касается поляризации, Марк, здесь я бы хотел отметить, что в нашей общине, к сожалению, особенно среди людей, которые родились в бывшем Советском Союзе, имеет место иногда излишняя агрессия по отношению к оппоненту. Вот это мне не нравится. И это то, что мне не нравится в компании моего оппонента. Спасибо. I'm sorry. Are you suggesting, Alec, that Ari was more aggressive than the typical American candidate is in a typical American election? Alec, я хотел бы уточнить. Вы неужели хотели сказать, что Ari Kagan вел себя более агрессивно, чем любой типичный кандидат-американец, и чем это принято в любой нормальной американской избирательной компании? Марк, если вы называете нормальную избирательную компанию, в которой появляются листовки набрать, наклеенные на мое лицо, с выражениями типа «красные не пройдут», я не могу назвать эту компанию нормальной. Или, скажем, то, что происходит сегодня на Куни-Айленд. Много лет я уже занимаюсь проблемами безопасности наших пожилых людей на Куни-Айленд, которые постоянно бывают атакованы пожилыми, атакованы тинейджерс афроамериканцами в возрасте 13, 14, 15 лет. Занимаюсь этим давно, работая с полицией вместе, появляясь в афроамериканских районах вместе с полицией, определенно возникли некоторые разногласия между мной и некоторыми афроамериканцами на Куни-Айленд. Боюсь, что компания моего оппонента педалирует эту ситуацию с тем, чтобы получить поддержку афроамериканской общины на Куни-Айленд. Спасибо. Ари, обвинение прозвучало в том, что ваша компания слишком агрессивна. Как вы ответите? Отвечу так же, как я отвечал всегда. Все материалы моей компании, все листовки, рекламно-агитационные материалы, публикации в газетах, подписано, оплачено друзьями Ари Кагана. Когда я обратился к телезрителям RCNWMNB, было сказано, оплачено друзьями Ари Кагана. Все, что не оплачено моей избирательной компанией, и это публичная информация, которую легко проверить, это не имеет отношения к моей избирательной компании. А вот что оплачивает избирательная компания моего оппонента, я думаю, что это еще долго войдет, как говорят, в анналы истории, когда мой оппонент лично меня на телевизионных дебатах обвиняет в том, что я сотрудничал с КГБ. И он это делает публично, сам, лично, на дебатах. Кто же тогда начинает разговоры о том, кто агрессивный или кто неагрессивный? Что же касается ситуации на Кони Айленде, то у меня подход здесь простой. Только вместе, только в сотрудничестве с разными этническими, расовыми группами можно решить проблему безопасности Кони Айленда. И я горжусь тем, что у меня очень много сторонников, как среди русскоязычных лидеров Кони Айленда, например, Ефим Карлик и София Лобова, так и среди афроамериканских лидеров Кони Айленда. Например, пастор, объединенный методистской баптистской церкви, пастор Моабли, и президент демократического клуба Кони Айленда Джордж Маквей. Я думаю, именно сотрудничая с разными общинами, мы быстрее решим все проблемы в любом районе нашего округа. Алек, какие-то комментарии? Да нет, за исключением того, что, надеюсь, что недавний коммунист не станет первым членом Ассамблеи от нашей общины. А кроме того, некоторые люди, скажем, такие как Джордж Маквей, совсем не живет на Кони Айленд, живет на Ошен Парк, в доме 29-40 Ошен Парк, и находится на зарплате у компании Ари Каган. Вы сейчас на канале РТН утверждаете, что Ари Каган является коммунистом? Марк, спасибо за вопрос. Я назвал его недавним коммунистом, но не нынешним. Я хочу уточнить, чтобы это было абсолютно официально для протокола. Вы на канале РТН называете Ари Кагана бывшим коммунистом? Да, совершенно верно. Как вы можете это доказать? Дело в том, что если я сейчас прошу Ари Кагана напрямую об этом, если я смогу это сделать, какие у вас доказательства? А вы знаете, у нас есть сведения людей, которые учились с Ари Каганом. Все эти люди являлись членами коммунистической партии. И агентами Кагана. Известно ли вам, кем был в истории США сенатор Джозеф Маккарти? Да, конечно. Как вы считаете, кем для американской политики был сенатор Джозеф Маккарти? Я думаю, что Джозеф Маккарти в свое время боролся с коммунистами. И в то время это имело большой смысл. И это привело к тому, что в этой стране коммунистическая партия практически не имеет никакой силы и влияния. И на сайте коммунистической партии сегодня можно прочесть, можно вычитать поддержку и палестинской автономии, и арабских стран, и выражение против Израиля в такой форме, какая неприемлема. Дорогие друзья, я не знаю, как многие из вас знакомы с 1950-х и американской историей. Сложилась интересная ситуация. Дорогие друзья, я не уверен, насколько хорошо вы знаете период американской истории 50-х годов прошлого века. В то время американцы очень боялись Советского Союза. Это было вскоре после Второй мировой войны. Все боялись ядерной угрозы. И был сенатор, который сказал, что он будет преследовать людей, которых он называл коммунистами, и которые служили в американской армии. А затем он стал преследовать людей, которых он называл коммунистами, в американских средствах массовой информации, а особенно в кинобизнесе и на телевидении. И он постоянно говорил о том, что у него есть списки людей, которые являются коммунистами. И он постоянно говорил об этом ящике, в котором хранятся имена людей, о которых ему сообщили другие люди, о том, что эти люди являются коммунистами. Он уничтожал жизни людям. Он забирал у людей работу, их увольняли. И это продолжалось до тех пор, пока один адвокат невысокого роста, Роберт Уэлч, обратился к нему в Сенат Американском, на слушании комиссии Конгресса США и сказал, «Господин Маккарти, у вас совсем нет стыда? Вам совсем не стыдно?» После этого Сенатур Маккарти стал наиболее трагической фигурой в современной американской истории. Дорогие друзья, я вас прошу сделать свои собственные выводы. Но когда человек на РТМ, я не знаю, кто они называют, он в американском выборном процессе коммунистов, и я говорю, «Как тебе душе?», и они говорят, «Я слышал кто-то мне сказать». Вы должны решать, что вы сделаете? Но если один из кандидатов в рамках избирательной кампании в американский орган власти называет другого кандидата коммунистом на основании того, что кто-то когда-то что-то ему об этом сказал, я прошу, чтобы вы сами судили об этом самостоятельно. Ари Каган, вы действительно бывший коммунист? Когда был период перестройки и гласности, я выпустился из Львовского высшего военно-политического училища факультета журналистики и работал в военной прессе, где писал о злопотреблениях в армии, о невставных взаимоотношениях, о проблемах с бытом офицеров, солдат и сержантов. И действительно, примерно два с половиной года я был членом коммунистической партии Советского Союза, откуда вышел после того, как танки советской армии штурмовали телецентр в Вильнюсе. Я вышел из коммунистической партии, потом я написал заявление по собственному желанию об уходе из рядов вооруженных сил СССР, потом я уехал из Союза Советских Социалистических Республик. И на интервью в американском посольстве в Москве я не скрыл ни одного факта своей биографии, получил статус беженца, законно сюда приехал и 13,5 лет здесь работал и жил, и делал все возможное, чтобы эта страна процветала. Я американский гражданин и вся моя биография была абсолютно известна всем иммиграционным чиновникам. Я также хочу сказать, что в Барух-Калледже я тоже изучал период маккартизма и знаю, что потом Республиканская партия США запретила сенатору Джозефу Маккарти вообще выступать в Сенате США. Я хочу закончить свой короткий ответ одной фразой, которая только что прозвучала. Тебе не стыдно, Аль? Ты не стыдно, ты только что сказал, что ты был членом Коммунистической партии, почему мне должно быть стыдно? Тебе не стыдно, что ты такие обвинения делаешь в этой компании, когда ты говорил все время, что ты мог бы меня поддержать даже в Конгресс США, когда ты в 2001 году добивался моей поддержки? Как же ты добивался поддержки КГБшника? Да нет, я не добивался твоей поддержки, ты не понял. Я добивался возможности, возможности объективно быть оцененным в той газете, в которую ты писал. И ты всегда говорил ко мне, очень хорошо обо мне. Если я могу продолжить свои рассуждения, Марк, я думаю, что, конечно, очень интересно сравнить Алика Брука Красного с Маккарти. Единственное, в чем, я должен вам сказать, сравнение невозможно и не будет эффективным, это сравнение между Американской Коммунистической партией и Советской Коммунистической партией. Я вышел из семьи, где мой дядя, Ганан Ильич Лиховицкий, 16 лет пробыл в лагерях. Поэтому у меня совсем другое отношение к Советской Коммунистической партии. Я, может, еще мог бы принять Американскую Коммунистическую партию каким-то образом, но не Советскую Коммунистическую партию никогда. Спасибо. Ари Каган, были ли вы когда-нибудь или являетесь сейчас членом КГБ? Я никогда не был в КГБ, никогда не сотрудничал с КГБ, никаких связей с КГБ никогда не поддерживал и не поддерживаю. И еще раз хочу напомнить нашим телезрителям, что этот вопрос поднимает компания, которой нечего сказать о проблемах Брайтон-Бич, Кони-Айленда, Трам-Вилледж, Ворбаст, Луна-Парка, Деккер-Хайтс, о нуждах и проблемах округа, которые нуждаются в решении. И я думаю, вы знаете лучше, что сделать 12 сентября, чтобы ваши интересы представлял человек, знающий ваши проблемы и говорящий о ваших проблемах, волнующий, волнующийся именно о ваших заботах и проблемах и не поднимающий бредовые обвинения. Как вы считаете, человек, который был членом КГБ, не должен принимать участие в выборах на должность в американском избирательном органе? Очень хороший вопрос. Среди русскоязычных иммигрантов очень много бывших членов КПСС. Напомню, что в коммунистической партии Советского Союза было более 20 миллионов человек. Среди русскоязычных иммигрантов, в том числе еврейских активистов, в том числе достойнейших, уважаемых в Америке людей, в том числе среди сторонников моего оппонента, немало людей, которые занимали важные посты на своей работе в Советском Союзе, работали по тем профессиям, которых требовало тогда членство в КПСС. Никого из них я ни в коем случае не осуждаю. И знаю, что если их сюда, когда они приезжали, проверили в американском посольстве, разрешили им въезд, это достойнейшие люди, которые имеют полное право избираться в любые органы власти в США, потому что они не нарушают никаких законов, и ФБР их точно все проверило. Для этого у нас вот эти злополучные отпечатки пальцев и снимают, о которых так много я говорил в своих телепрограммах, для того, чтобы проверить, кто с кем и когда сотрудничал. Еще раз я считаю, что эту тему поднимает компания, которой просто нечего говорить о проблемах нашего округа. Алек, ты думаешь, если кто-то был в прошлом членом КПСС, он неизвестен от руководителя в США? Как вы считаете, Алек, если человек в прошлом был членом КПСС, это должен быть самоотвод для того, чтобы баллотироваться на какую-то должность в избирательном органе США? Марк, отвечу вам очень просто. Я думаю, что действительно среди моих сторонников есть бывшие члены КПС. Среди них нет людей, которые вступали в КПС в 89-м году. Люди, вступающие в КПС в 89-м году, или делали это ради карьеры, или просто приспособленцы. Эти люди не должны баллотироваться от моей общины. Нет. Ваши партии есть люди, которые находились в России в 89-м году? Да, конечно. Я приехал сюда в 89-м году и выехал в начале 89-го года. А вы не согласны с Ари Каганом, когда он утверждает, что тысячи людей совершали этот поступок, потому что это было связано не с их политическими убеждениями, а скорее с их карьерой? Вы знаете, если люди совершают поступки только для того, чтобы сделать карьеру, эти люди не вызывают от меня уважения. Как вы считаете, Ари Каган является коммунистом сегодня? Вы знаете, он вышел из рядов Советской Коммунистической партии. Я не знаю, не могу судить о его убеждениях. Трудно влезть человеку в голову, в его мозги. Мне трудно ответить на этот вопрос. Когда-нибудь делал он комментарии, которые, по вашему мнению, подтверждают, что у него коммунистическая философия и коммунистические взгляды? Вы знаете, некоторые из моих сторонников говорят, что компания Ари Кагана это просто обыкновенная советская пропаганда. Когда много пишется в газетах, ничего не делается в действительности. Один сплошной пиар. Если посмотреть, как проходят избирательные компании в Америке, они проходят довольно типично. И каждый кандидат говорит о другом примерно то же самое, что тот кандидат говорит об этом. Это привычно и естественно. Но если говорить о философии Ари Кагана как кандидата, назовите, пожалуйста, какой-то факт, который может проиллюстрировать то, что у Ари Кагана коммунистическая философия. Я не говорил, что Ари Кагана коммунистическая философия. Я говорил, что компания Ари Кагана пользуется просто советскими пропагандистскими методами. И это видно. Флайерсы, которые распространяются на Брайтоне, флайерсы типа красные не пройдут. Марк, не могу с вами согласиться, что все компании проходят таким образом. Я уже в третьей избирательной кампании. Это что-то невероятное в этот раз. Потому что те две компании всегда проходили позитивно. Но хотя бы доказательством этого может служить тот факт, что я баллотировался против Доминика Рейки в 2001 году. Сегодня Доминик Рейки меня поддерживает. В первую очередь потому что компания, которая велась мной, всегда была позитивной. Мне есть что сказать людям. У меня очень хороший рекорд. Спасибо. Ари, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с листовкой, которую Алик Брук Красный считает отражением коммунистической тактики. Сначала я хотел бы прокомментировать последнее заявление моего оппонента о том, что все предыдущие его компании были очень чистыми, светлыми и просто замечательными и пушистыми. Алик все время забывает упомянуть, что в 2001 году он судил свою русскоязычную оппонентку Инну Ставицкую, пытаясь ее сбросить с бюллетеня. Мало того, что он ее судил, он организовал пресс-конференцию, на которой звучали обвинения, что она мусор нашей общины и так далее. То есть грязью моему оппоненту не привыкать забрасывать своих конкурентов. Что же касается листовок, о которых он повторяет как заклинание уже десятый раз, еще раз повторяю. Все рекламные проспекты, материалы, брошюры, публикации в газетах, листовки, флайерсы. Мы очень много листовок напечатали в этой компании. Это все паблик информация, открытая информация. И на всех листовках, которые мы выпускаем, всегда написано «Оплачено друзьями Ари Каган». Но мы живем в свободной стране. Если кто-то захотел выпустить какие-то листовки и что-то написать про моего оппонента или про меня, например, скажем, в Лунопарке ходит листовка, где меня критикуют. Но я не шью моему оппоненту дело, это свободная страна, каждый захотел, что захотел, что напечатал. Правда выяснится 12 сентября, когда люди предпочтут квалификацию, опыт работы, знания, образование и волонтерскую деятельность, а не просто демагогию. Уважаемые телезрители, я надеюсь, что вам интересно присутствовать в этих теледебатах. И поэтому мы не будем пока прекращать их, поскольку как бы страсти только-только разгорается, а вопросов еще довольно много. Поэтому, пожалуйста, можете сделать теплее ваш чай и посмотреть немножко рекламы. Доктор Ковалева принимает Вошен Медикал Плаза. Рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, реабилитация и физиотерапия коленных, плечевых и тазобедренных суставов. Нарушение баланса и ходьбы, острая хроническая боль спины, травмы головного мозга, состояние после инсультов. Внутрисуставные уколы, спинно-мозговые блокады. Доктор владеет уникальной техникой инъекции батокса для лечения мышечных спазм, навралгий и параличей верхних и нижних конечностей. Для диагностики в офисе используется ультрасовременная техника и рентген. Доктор Ирина Ковалева принимает пациентов 6 дней в неделю. Дорогие друзья, меня пригласил Борис Тенцер в свою программу, которая выходит по понедельникам, программа «Контакт». И для нас большая честь приветствовать сегодня в нашей студии Арика Кагана и Алика Брук Красного. Они оба баллотируются от 46-го избирательного округа Бруклина в Ассамблею штата Нью-Йорк. И мы берем немного времени сегодня, потому что они два из них очень интересные. И настолько интересно проходит наша встреча, что мы решили немножко добавить времени в программу. Алик, давайте дай вам возможность. Что самое несправедливое прозвучало в течение этой предвыборной кампании? Самое несправедливое, Марк, с моей точки зрения, что меня называют пророссийским, пропутинским кандидатом. Такой глупости невозможно даже объяснить. Кроме этого, мне очень-очень показательный кажется тот факт, что на сайте русской рекламы, где было голосование за Алика Брука Красного и Ари Кагана, в какой-то момент люди, заходящие на сайт, обнаружили, что если вы один раз кликните на имя Алика Брука Красного, появляются 12 голосов для Ари Кагана. Давид Гай человек очень уважаемый мной, и Давид Гай тот человек, который написал об этом в газете русской рекламы. Это очень неприятно и обидно, что такие приемы используются в этой кампании. Спасибо, Марк. Вы хотите сказать, Алик, что произошла некая подделка с учетом голосов? Да, Марк, конечно. И Давид Гай писал об этом в русской рекламе. В колонке редактора. Мне это очень неприятно. Конечно, это фрод. Я прошу прощения, Марк. Что-то похожее случилось и в компании Джо Либермана, который, конечно, сразу подал в суд на своего оппонента. Я этого делать не стану, потому что 12 сентября я так выиграю с большим отрывом. Спасибо. Ари Каган, я бы хотела услышать ваши комментарии по поводу обвинения Алика Брук Красного в том, что он является кандидатом Путина, кандидатом от России. И как это может отразиться на избирателях 46-го Бруклинского округа в ассамблее штата Нью-Йорк? Я всегда предпочитал и предпочитаю говорить о проблемах 46-го округа. Но если уже такой вопрос задан, нужно прямо отвечать. Сначала про так называемые пропутинские или не пропутинские дела. Я считаю в том, что такие обвинения вообще появляются. Частично, частично виноват и сам мой оппонент, потому что до начала избирательной кампании еще в качестве исполнительного директора еврейской организации Коджека он делал, это было в начале марта этого года, некоторые странные заявления в интервью американской еврейской газете «Джиуишвик» и на телевидении на другом телеканале в программе Виктора Топальера сделал несколько странных заявлений, которые были интерпретированы многими людьми. Я смотрел тогда телепередачу и тоже не понимал, что он такое говорил. Но были интерпретированы именно как то, что Алик более симпатизирует российской политике, Владимиру Путину и согласен с политикой России на Ближнем Востоке. Я очень рад, что во время его избирательной кампании Алик съездил в Израиль и всеми своими заявлениями доказал, что это не соответствует действительности. И я очень рад, что он изменил свои взгляды по данным вопросам. Что же касается обвинения насчет сайтов русской рекламы, то эта история вызывает у меня только улыбку. Именно наша избирательная кампания позвонила в понедельник в газету «Русская реклама». Сотрудник нашей избирательной кампании разговаривал с девушкой из этой редакции, ее зовут Марина, и Давид Гай потом убедился, что я был прав, что был такой телефонный звонок. И когда она включила этот веб-сайт и увидела, как цифры в поддержку Алика Брука Красного растут с астрономической скоростью, она сказала, боже, что это происходит, нужно что-то изменить. Мы сказали, что мы вам это сообщили, примите, пожалуйста, меры. Я не знаю, как произошла утечка дальнейшей информации об этой истории, но в финале меры были приняты, и неожиданно, как рассказал мой оппонент, все сразу изменилось, и стало быстро расти уже моя составляющая. Ну, начнет этого дела, нужно не у меня спрашивать. Еще раз говорю, моя кампания больше занята решениями проблем 46 округа. Алик, это звучит, что я слышал, что я слышал, что я слышал, что я слышал, что Алик сказал, что Алик сказал, что Алик сказал, что он был про-Путин, и что он сделал комментарии, что я слышал, что вы чувствуете differently. Are you saying, sort of, you know, I pushed Alex on the issue, are you a former communist? Are you now going to take a step back and say that Alek, maybe you were incorrect in suggesting that Alek was pro-Putin? It's a long question, but see if you can do it. Я хотела уточнить, вы говорили о том, что Алик настроен про-Putin или про-Rоссийский, и насколько это применимо к сегодняшней ситуации, что вы сказали, что произошли какие-то изменения, а также, учитывая, что звучали обвинения в принадлежности Коммунистической партии и исповедовании коммунистической философии, мне интересно разобраться в этом непростом вопросе. Ну, все очень просто, я хочу объяснить свою позицию еще раз. Если уже в 46-м округе главный вопрос это отношение к президенту России, то я могу, хотя я считаю, что есть очень важная, насущная, жизненно важная проблема 46-го округа, я могу еще раз объяснить свою позицию. Я считаю, что в начале марта этого года мой оппонент делал очень странные заявления в теле и газетных интервью, которые некоторыми людьми были интерпретированы тем, что он недостаточно критически относится к политике России на Ближнем Востоке. Давно известно, что я последовательно критиковал политику России на Ближнем Востоке во всех своих телепередачах, радиопрограммах, газетных статьях и в общественно-политической деятельности тоже участвовал в большинстве митингов, где критиковалась политика России на Ближнем Востоке. И в ходе кампании я это все время повторял и повторю сегодня, что я считаю, что политика России на Ближнем Востоке, она двуличная, она преступная, Она недопустимая. И я всегда осуждал и осуждаю людей, которые все делают для того, чтобы как-то это дело нивелировать. И мне было так же непонятно, когда многие сторонники, правда не сам мой оппонент, моего оппонента, поехали в российское посольство в Москве и приняли участие в американском форуме российских соотечественников за рубежом. И я считал, что там нужно пикеты устраивать у входа в это посольство, а не получать грамоты. Одна из самых ярых сторонниц моего оппонента, Фира Стукинман, получила там почетную грамоту от мэра Москвы Юрия Лужкова. Я считаю, что в российском посольстве нужно было говорить о том, чтобы Россия изменила свою политику. И я считаю, что на сегодняшний день, к счастью, мой оппонент это понял. И на сегодняшний день он тоже осуждает политику России, я надеюсь, на Ближнем Востоке. Алек, какие комментарии? Конечно. Во-первых, я думаю, что если спросить членов КНЕС, это руководители израильского правительства, да и простых людей, и 40 моих родственников в Израиле, они вам расскажут о том, какова моя позиция, которая, собственно, никогда не менялась в отношении Израиля. Что касается России, то я, как и многие другие, как и президент Буш, собственно, считаю, что отношения между людьми и организациями России и Америки нужно сохранять. Я боюсь, что мы можем вернуться к периоду холодной войны, когда мы не могли позвонить своим родственникам. Я боюсь, что люди не смогут смотреть и программы из России при этом. То есть экстремизм очень пугает меня всегда. И в данном случае, конечно, это продиктовано не тем, что я про путинский или про кремлевский, это смешно говорить, а тем, что я просто занимаю всегда взвешенную позицию. Я считаю, что политик должен всегда занимать взвешенную позицию. И отношения между Россией и Америкой сегодня очень важны для всего мира. И боюсь, что разрыв отношений между Россией и Америкой в первую очередь нужен исламу-фашистам. Ари? Я считал и считаю, что Россия ведет сегодня двуличную политику на Ближнем Востоке, что Россия поддерживает те режимы, которые враждебно настроены и к Израилю, и к Америке. Иногда это политическая поддержка, иногда это финансовая поддержка, иногда это поддержка оружием. Я этого никогда не скрывал ни в своих телепередачах и газетных статьях, ни в своих публичных выступлениях в качестве кандидата в Ассамблею штата Нью-Йорк. И в качестве депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк, как говорится, I will make it clear еще раз. Я еще раз делаю это достоянием гласности. Всегда говорил и говорю, что Россия должна задуматься всерьез о том, что ее политика на Ближнем Востоке близорукая, она неправильная. Я не считаю это экстремизмом или агрессивностью. Я считаю это здравомыслием. Я считаю, что нужно называть вещи своими именами и всегда называть черное черным, а белое белым. Сегодня Россия не является ни другом Америки, ни другом Израиля, к величайшему сожалению. Я должен сказать, что эти утверждения, они, собственно, важны и правильны. Что Россия сегодня идет совсем не по тому пути, по которому хотелось бы странам демократическим. Это совершенно верно. Политик должен влиять на события. Я пытаюсь влиять на это всегда, по мере моих сил, конечно. Говоря о том, что русскоязычная община здесь еврейская, община, которая поддерживает Израиль, три часа стояла под дождем в парке «Поддерживай Израиль», говоря это некоторым лидерам российского государства на встречах, я говорю об этом только потому, чтобы они поняли. Здесь живут люди, которые поддерживают Израиль, которые являются евреями, которые ни в коем случае не будут пятой колонной российской. Я это говорю совершенно открыто и делаю это как политик, взвешенный прямо. Борис? Дело в том, что сейчас мы как бы коснулись вопроса России и отношения России. Это очень важный, интересный вопрос. Но в то же время для меня намного ближе Израиль и все, что касается Израиля. Вот последняя фраза Алика Брука Красного, она касается того, что поддержка Израиля. Вот это слово «поддержка Израиля» в последнее время звучит немножко настолько как бы общее. Люди привыкли просто говорить «поддержка Израиль», «поддержка Израиля», что даже порой забываешь, что за этими словами стоит. Мне кажется, что на этом иногда, извините, спекулируют. Когда хотят что-то такое сделать, начинают за счет Израиля это делать. Мой вопрос такой. Вот вы сейчас говорите «Израиль», вы оба, конечно же, поддерживаете. Алик Брука Красный ездил в Израиль, Каган тоже выступает на разных митингах за счет Израиля. Считаете ли вы, что то, что сегодня происходит, это действительно поддержка Израиля? Или, в общем-то, во всей этой кампании «поддержка Израиля» где-то что-то теряется, и люди перестают по-настоящему верить? Вот, например, в мою передачу звонят люди и говорят «Вы знаете, я бы хотела послать деньги, где бы я знала точно, что эти деньги дойдут до израильтян». Произошло какое-то легкое такое недоверие к этим всем компаниям. Вопрос мой такой. Как вы считаете, правильно ли все эти кампании проходят в поддержку Израиля? Или вы бы внесли что-то свое новое, и надо бы изменить? Алик? Я думаю, что поддержка Израиля в русскоязычное и еврейское общение в Нью-Йорке эффективно был организатором и 10-тысячного митинга в поддержку Израиля в 2002 году в разгар антифады, и организатором первой большой миссии в Израиль вместе с 350 участниками этой миссии, был на марше в Иерусалиме, и деньги собираются в общение. Вы, наверное, говорите о том, чтобы деньги в Израиле расходовались бы более эффективно. Должен сказать, что да, задумываюсь иногда над этим вопросом. Думаю, что есть организации, которые тратят деньги более эффективно, есть организации, которые их тратят менее эффективно. Это нужно сделать достоянием гласности обязательно в нашей общении. Списки таких организаций. Ари? Так же, как и мой оппонент, я был членом того же самого организационного комитета, того митинга, о котором Алекс все время упоминает в поддержку Израиля, как и членом оргкомитетов всех остальных митингов, которые были в районе Брайтона и в парке Сибрис. И горжусь тем, что был единственным русскоязычным журналистом в составе делегации еврейских журналистов, которая посетила Иерусалим в декабре 2002 года. Тоже очень непростое время для Израиля. Но хочу также сказать, что причина недоверия очень часто и различных спекуляций, это то, что люди не всегда знают, не всегда прозрачно видят, куда конкретно их деньги доходят, адресаты. У меня большую симпатию и доверие вызывает, например, фонд Либи, это фонд поддержки армии обороны Израиля Цахал, а также фонд поддержки скорой помощи Израиля Магендовит Адом. Но в любом случае все эти переводы денежные, желательно все-таки, чтобы они были целевые, чтобы был всегда отчет, куда эти деньги были истрачены, и тогда недоверия будет меньше. Это очень важный вопрос. Но нельзя сказать, что тут в основном спекуляция. Последнее время, последние пару месяцев, это порыв души. Люди хотят помогать, люди подходят на улицах, люди в домах собирают деньги, в центрах для пожилых людей. Это по зову души. Нельзя сказать, чтобы в доме набрать ватер-корд, 500 ватер-корд набрали, люди не по зову души, а из-за спекулятивных соображений собрали более 5000 долларов. Или в моем доме тоже люди пришли и сказали, мы хотим собрать деньги, какой фонд ты, Ари, нам порекомендуешь? Я порекомендовал фонд поддержки скорой помощи Магендовит Адом. Я считаю, что это здорово, и это нужно продолжать. Но эти накладки, которые бывают, нужно, конечно, стараться их избегать. И тем более, я всегда говорю, что желательно любить Израиль всегда, а не только, когда это удобно, выгодно, и всегда защищать его интересы. So, Alec, if there was one question you would want to ask Ari, what would it be? Alec, если бы вы смогли задать только один вопрос Ари, какой бы вопрос вы задали? Ари, когда я буду выбран членом ассамблеи? Никогда. Ты всегда спешишь, не дослушаешь людей и отвечаешь. Плохая черта полезная. Должен сказать тебе, что я хотел тебя спросить, готов ли ты учиться? Потому что я думаю, что у тебя есть хорошие задатки, и думаю, что ты можешь провести позитивную кампанию в том случае, если ты наберешься опыта. Ну, я хочу сказать, что в эту гонку я бы не вступил бы, если бы считал, что эта гонка для меня не подходит. Этот округ, который я не знаю. Жители этого округа, люди, которые мне не знакомы, это мой родной округ, это люди, которыми я общался все годы жизни в Америке, для которых я работал как волонтер, помогал очень многим. Я могу назвать по имени очень много жителей моего округа. Поэтому я хочу сказать, что на вопрос моего оппонента, вся моя жизнь здесь это была учеба. Учеба в колледже, волонтерская деятельность, политическая деятельность в качестве вице-председателя комитета новых американцев, демократического клуба, участия в различных лоббистских компаниях. Я учусь всю жизнь. И эта компания у меня далеко не первая. Это первая моя личная компания, где я кандидат. Но я участвовал в очень многих других компаниях, очень многому научился. И я могу сказать, что я благодарен моему оппоненту за то, что в 2000 году он был первым русскоязычным кандидатом в США, баллотировавшимся в Ассамблею штата Нью-Йорк, вообще на какую бы то ни было политическую должность. Что он, что называется, первым поднял это знамя. И за это я хочу воздать ему должное. Ария, а если бы у вас была возможность создать только один вопрос Алику, какой бы вопрос вы задали? Я хотел бы только спросить, ты все время говоришь про Columbia Business School и много говоришь про мое образование, что там прошлое советское образование, американское. Я бы хотел, чтобы ты ответил на мой вопрос, потому что мне просто неизвестно, сколько времени учатся в этой школе, что это за школа, чему там учат. Просто мне неизвестно. Это школа для экзекьютив менеджмента не только в еврейских организациях, но и для экзекьютив уровня, для уровня руководства в городском совете, в полицейском управлении. Эта школа длится 6 месяцев в Колумбийском университете, в данном случае, в моем случае. Это совместный проект Колумбийского университета и UGA Federation of New York. Хотя знаю людей, скажем, начальник 60-го прессинкта, очень хорошо знакомый у тебя, Ария. Этот человек учился на таких же курсах в течение 6 месяцев. Это курсы для людей, которые готовы к экзекьютив работе, к работе на высоком управленческом уровне. Спасибо за вопрос. — Понятно. — Когда мы бросили монетку, было определено, что первым в заключительной речи выступит Алек Брук-Красный. — Алек? — Спасибо, Марк. Я должен сказать, что меня очень радует, что вообще сегодняшние дебаты состоялись. Я к этому шел давно. Когда в 1997 году первый раз помогал Хауэрд Лашу в политической кампании, у нас было всего 400 зарегистрированных демократов-избирателей. Всего 400. Нам удалось много сделать за это время, но еще больше удастся сделать. — И теперь Ари Каган. Я вам очень благодарен, уважаемые телезрители, за ту поддержку, которую я постоянно ощущал и ощущаю. Именно благодаря вашей поддержке я сегодня являюсь лидером в этой гонке и имею прекрасную возможность представлять в дальнейшем ваши интересы в Ассамблее штата Нью-Йорк от 46 округа. Более 13 лет волонтерской работы на благо родной общины и не только моей общины, но и всех общин 46 округа и Южного Бруклина. Помощь инвалидам, детям, владельцам малых бизнесов, семьям жертв 11 сентября. Людям, которые действительно нуждались в помощи, нуждались в Совете. Моя журналистская работа. Два высших образования, в том числе советское образование журналистское, которым я очень горжусь. И американское высшее образование, Барух Калыч, дает мне возможность хорошей базы. И многие избиратели, с которыми я встречаюсь, говорят, что это действительно так. Мое участие в лоббистских кампаниях, политических клубах, участие в различных политических мероприятиях, сотрудничество со многими политиками, изучение системы работы правительства штата Нью-Йорк. А главное, искренность, честность и доверие людей, возможность помогать им. Дают мне основания считать, что 12 сентября мы с вами изберем того кандидата, который будет заботиться о людях, а не о том, что скажет система, истеблишменты, какое указание получат сверху для того, чтобы голосовать так или иначе. Я считаю, что вы достаточно умны, чтобы 12 сентября сделать правильный выбор. Я за демократию был всегда, и я очень рад, что мы живем в демократической стране, где одна точка зрения неприемлема. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, it is our hope that the discussion you've just heard for the last hour and a half has been in some way enlightening for you. Дорогие друзья, мы очень надеемся на то, что та дискуссия, свидетелями которой вы только что стали, станет для вас помощью и даст вам знания. In America, on the American scene, I'm sorry, thank you. On the American scene, normally, only people who are undecided are influenced by television debates. Обычно в американской политической жизни только те избиратели, которые еще не приняли решение, только на них влияют политические дебаты. So for any of you who were undecided before this hour and a half, perhaps this has helped you lean one way or the other. Так что, наверное, если кто-то из вас за полтора часа до этого момента еще не принял решение, эти теледебаты, вероятно, помогли вам. And for those of you who were supporting Ari Kagan or Aleka Brook Krasny before this hour and a half, I hope you enjoyed it, and I hope that you feel that your candidate did well. А те из вас, кто уже до этого знал, что поддерживает либо Ари Кагана или Алика Brook Krasny, Brook Krasny, наверное, для вас эта передача была интересна. But here's my personal message for you, дорогие друзья. Но теперь я хотел бы кое-что сказать вам, дорогие друзья, от себя лично. You should be very, very proud. Вам есть чем гордиться. What we have here is an American election with two Russian-speaking Russian-immigrant candidates now fighting it out at the very end. И сейчас на ваших глазах идут американские выборы, в которых принимают участие два русскоговорящих кандидата, прекрасно представляющих свою общину. И это удивительно. Я горжусь ими обоими. И меня охватывает гордость, когда я понимаю, чего добилась русскоговорящая община в Соединенных Штатах Америки. Мы с 1991 года занимаемся каналом RTN. И вскоре мы будем отмечать свою пятнадцатую годовщину. И я просто в изумлении пребываю, когда вижу, каких успехов и какого прогресса добилась русскоговорящая община за эти пятнадцать лет. И я надеюсь, что вас охватывает чувство гордости, когда вы смотрите на своих двух кандидатов, за кого бы вы не выступали. И когда вы видите, как активно принимает участие в политической жизни Америки русскоговорящая община. Поймите, ведь эти два кандидата, они баллотируются не за местные органы власти. И это уже огромный успех. Они баллотируются на должность, при которой они будут отражать интересы избирателей на уровне штата. И наступит момент, когда русскоговорящий кандидат будет бороться за пост губернатора штата Нью-Йорк. Или будет представлять вашу общину на уровне Конгресса или Сената Соединенных Штатов. На меня произвели впечатление оба кандидата. И я скромно, потопив взор, желаю им обоим успеха. И на этот момент целых два русскоговорящих кандидата принимают участие в избирательной кампании на пост депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк и слово за русскоговорящей общиной определить, кто же из них станет победителем. Я спасибо Алеку Брукрасну. Я спасибо Ари Кагану за действительно принимать время и за стаканом, чтобы стоять в этом области. Это говорит многое обоих двух. И, опять же, господи, я желаю вам только лучшего. Один из вас победит, один из вас победит, и один из вас победит. Я обращаюсь сегодня к Ари Кагану и Алеку Бруку Красному. Хочу пожелать им успеха. И кто бы из вас не победил, один из вас уже добился успеха. И это замечательно. А самым главным победителем во всем этом процессе стали вы, наши дорогие друзья. И сейчас эту программу смотрят телезрители по всей Америке. И в Канаде тоже. И хотя эти выборы пройдут в штате Нью-Йорк, тем не менее, интерес к этому процессу говорит очень многое о русскоговорящей общине Северной Америки в целом. И поэтому я хочу, Борис, поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня. И каждый понедельник, когда вы садитесь в это кресло, вы прекрасно себя проявляете. А в выходные дни, когда вы ведете программу «Мир сегодня», так же отлично. И поэтому, поверьте, это очень большое дело, когда я, ведя сегодня эту программу, хочу сказать спасибо ведущему программы «Контакт» Борису Тенцеру. Борис Тенцер, спасибо. Спасибо. Русское комьюнити всей Северной Америки. С вами был Борис Тенцер, с вами был Марк Голуб, с вами была Инга Карлина. Большое спасибо вам и до встречи в новых передачах «Контакт» по понедельникам с Борисом Тенцером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова